всем здравствуйте добрый вечер мои любимые подписчики хотела поделиться с вами радостной новостью наконец-то у меня поставились подоконнички папа мне доделал так вот у меня теперь это все выглядит цветочком стало хорошо посвободнее вот я их сегодня попоила налила в поддончик пьют кто-то уже выпил в основном вот сегодня это первая новость да а поговорить я хотела немного вот о чем есть немножко времени с вами поболтать это о формировке формировки черенков и растений для того чтобы увидеть летом или весной шапочное цветение как говорят это когда много-много-много цветоносов одновременно цветут конечно это шикарно красиво смотрится вот для этого и делают прищипки и обрезание черенков формировку так называемая ну и что я хотела показать вот на примере моей безымяжки которые я показывала в прошлый раз да я покажу как я начинаю формировать череночка вот он у меня укоренился то есть я ориентируюсь на то когда он укоренится вот у него корешки он хорошо укоренился и у него наросло буквально там я не знаю сантиметра наверно 4 покажу то есть у него было листочков раз два три четыре пять шесть шесть листочков вылезла да и я его вот тут вот прищипнула и теперь посмотрите ну конечно я оставила вот для красоты посмотреть как он зацветет вот эту вот стрелочку и вода но в принципе этого делать не нужно у черенка сегодня пересадила еще себе кустик роза линды вот так вот он выглядит и его я тоже прищипнула то есть я показывал в прошлом видео что они укоренились у них хорошие корни и они начали наращивать зеленую массу и вот эту зеленую массу вот видите я оборвала то есть вот я оставила листики и я ее оборвала верхушечку в пол-литровом он сидит через какое-то время ну давайте вот представим что этого черенка цветоноса нету и вот на этом череночки пойдут вот такие из междоузли побеги то есть здесь идет раз там два вот три и четыре то есть это будет означать что разовьются еще четыре побега и если на этом остановиться то как правило на каждом побеге одном друг за дружкой идут цветоносы то есть максимум может быть два ну то есть один распускается второй под распускается третий намечается но цветут как правило два на одном побеге то есть если дождаться когда вырастут эти череночки побеги вернее на этом череночки их будет четыре то есть максимум мы увидим восемь шапок но это конечно фокус в лучшем случае но так скорее всего шесть шесть четыре но по одному то точно будет а вот дальше уже как будут созревать как будет кормиться то есть все зависит от того сколько будет молоденьких приростов от этого и будет зависеть сколько вы увидите цветоносов вот то есть вот посмотреть вот например орлова вот был один я его прищипнула и у меня выросло на нем три есть и что касается дальше делать вы можете их еще раз прищипнуть если позволяют значит время да то есть если сейчас в принципе можно прищипнуть успеет нарасти еще то есть смысл в чем можно так оставить можно еще прищипнуть если время позволяет то есть вот феврале в начале или в январе в конце можно еще прищипнуть можно еще обрезать то есть но здесь конечно обрезать ничего а вообще обрезаются и получается еще больше и кущение то есть просыпаются большие почки и тогда получается очень мохнатый кустик который выдаст вам на каждом побеге по цветоноса той 2 тогда вы увидите шапочное цветение то есть вот эмануэль к так вот так вот его вот он вот я сейчас снизу покажу вот посмотрите сколько на нем побегов там очень много один раз он прищипнутый и пару череночков я снимала с него все то есть вот такой пышный куст покажу давайте вот сюда поставлю чтобы видно было вот моя рука вот сколько их то большой то есть куст получается и он весь 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 внутри в побегах значит он будет свести пышно что еще хотела сказать есть сорта в основном это старые сорта которые но не хотят никак куститься сейчас новые сорта которые гибридные это полу за на артике за на артике они все кустятся сами то есть вот я вам сейчас покажу чистый за на артик так вот чистый за на артик видите сейчас покажу он ползет то есть у него горизонтально идти просто и он ползет он сам куститься то есть ему не это маленький череночек растет у меня молодое растение то есть ему ничего не нужно делать то есть сорта которые современные как правило они все сами кустятся вот возьмем марсель поближе покажу снизу посмотрите сколько на нем побегов обрезок то было одну пару черенков я себе дублик снимала один на укоренение и вот так вот так он цветет ой растет это потому что это современные но есть старые сорта это чисто из аналки как правило и из них многие поддаются тяжело кущению это мне тетушка моя подарила название я не знаю но она очень красивая это я показывала в видео цветение летние вот там сиреневые даже не сиреневые они нежно яблонево-цветковые какие-то такие но с небольшим сиреневым холодным оттенком так вот очень красивые цветы но он очень плохо куститься вот его один раз прищипнешь все равно одну палку выдает прищипнешь и все равно одну палку подает и для того чтобы вот это все раскустилась за зиму то еще раз надо прищипнуть это не факт то что полезет по два побега то есть просто есть сорта которые не сильно кустятся это как правило старые сорта зональные молодые и современные очень хорошо кустятся сами вот например взять черенок как это мне наверно ю моя прелесть вот этому черенку месяц так вот здесь лучше будет черенку месяц и она уже сама без прищипок уже дает боковые побеги то есть просто это такие сорта современные вот так что если хотите добиться пышного цветения нужно нещадно резать и прищипывать да есть такое слово прищипка то есть вот я взяла мою розалинду у нее был маленький маленький вот росточек и я прям этот один листочек едь щипнула обрезка это когда вы обрезаете ну вот тот же марсель я буду например обрезать скорее всего чуть позже вот по этим уже одревесневевшим стволиком потому что такой большой уже сейчас сложно ставить растение на полке они все растут им всем требуется много места куда я это ставить буду уже не знаю муж у меня ругается и говорит ну хоть как-нибудь их компакт не ставь больше полок делать не буду так что пока еще убираемся но к весне не знаю что буду делать наверно стричь их сегодня эльнариц алексис пересадила посмотрите какой я ему горшочек дала красивый мне подарили мои детки хочу керамические горшочки конечно технические у меня всех вот и подвесные технические такие простенькие да так скажем конечно керамика смотрится красиво добротно дорого богат называется вот поэтому даже если парочка будет еще будет красиво самой красивой пересажу вот такие вот красивые горшочки ну что я еще могу сказать про обрезку сказала про формировку сказала вроде надеюсь все понятно то есть щипайте режьте пока время есть все это дело успеет нарасти все это возобновится и к весне у вас будут пушистые кустики я уже тысячу раз показывала покажу еще разочек да вот моя обрезанная например розолинда была пуст огромный вот как она разрослась то есть месяц назад я ее черенковала вся обросла не все конечно так быстро обрастают не буду врать которые бывают и медленно обрастают но в основном конечно они при хорошем содержании при подкормках при температуре при до светке все они хорошо обрастают самый главный мой посыл режьте не бойтесь вот такой мой посыл вам начали набирать бутоны моделина я снимаю вечером не только лампы может быть я включу под светку еще может быть посветлее будет так на бутончиках опять моделина орлова они расцветут две вместе беленьких красавицы покажу их и по-моему увидела на айгуль сейчас посмотрим это я видела но не знаю может быть комфортно и отсушит нет вот тут вот бутончик набивается тоже вроде как начались бутоница на марсель чеки бутончики появились но в общем отдохнули по получается начали немножко бутонница на сегодняшнее видео вроде я вам все что хотела сказала если есть какие-то вопросы задавайте под видео я всегда стараюсь отвечать вам очень приятно что вы меня смотрите и мои советы кому-то полезны всех обнимаю до новых встреч и новых роликах